В этой сложной ситуации как бы поступила бы Демократическая партия, которую вы создали, которой руководили и с которой, насколько я понимаю, вы поддерживаете очень-очень тесные связи? Ну, во-первых, Демократической партии не повезло, чтобы иметь собственное большинство. Ну, я бы не сказал. Ну, не было у нас такого, так сказать. У нас не было так, чтобы была связка там и так далее. Наше участие во власти совпало с первым опытом создания коалиции. И вы помните прекрасно эти коалиции. Что коалиции плохо? Не плохо, но это были разношерстные. Мы создали коалицию с соответствующими партиями вопреки всему, вопреки давлению со стороны, вопреки каким-то позициям даже президента. Он же нас уговаривал там с коммунистами. Вот. Но мы посмотрели, что предстоит решить, какие проблемы Республики Молдова. У нас на 98-й год все законы еще, законодательство было советское. Вот. Поэтому мы взяли на себя ответственность за очень болезненные реформы. Должен признаться. Очень серьезные. И это несмотря на то, что мы внутри коалиции имели человека, который постоянно, так сказать, играл. И который доигрался потом, так сказать. И я не хочу там обострять внимание. Но мы все равно оставили мандат. Оставили мандат в 2001 году на досрочные выборы. И мы оставили соглашение, как я уже говорил, с Международным валютным фондом. Мы оставили местную власть с законом о местных финансах. И многие-многие другие. Потом пришли коммунисты, все отменили. И человек, который вам мешал, впоследствии стал союзником коммунистов. Ну да, конечно. Да, да, да. Видите как? Более того, он стал союзником коммунистов, а потом неизвестно кого. Неужто вы говорите о Юрии Рожке? Да. Поэтому нам в этом смысле, конечно, страшно не повезло. Но мы проявили терпение. Мы проявили настойчивость решения тех вопросов, которые было. Давайте, чтобы наши зрители вспомнили, что вы сделали очень важное и хорошее. Это пенсионная реформа. Нет, нет. Первое решение это было... Переход от бартера... Обязать правительство от бартера к, так сказать, платить людям зарплату деньгами, а не калошами, так сказать. Это было наше решение. Или пенсионная реформа. Это было очень болезненно, так сказать. Я помню эти манифестации, одно за другим и так далее. Территориальную реформу, пенсионную, как вы сказали... Это очень важно. И многие другие. Поэтому, конечно, у нас есть опыт, как надо, и самый больший опыт, как не надо. Дмитрий Георгиевич, вот сейчас, что бы вы посоветовали или что бы вы сделали вот в этой ситуации, которая сложная, о которой мы говорили? Вот ваша партия, что могла бы привнести нового, могла бы посоветовать для того, чтобы, в общем-то... Одно дело, партия или там я конкретно, там, даешь какие-то советы... Вы патриарх. Ну, мастера, мастера, давать советы, так сказать. И другое дело, если бы партия участвовала во власти, это совсем разные вопросы. Ну, что я посоветовал бы? Я посоветовал бы больше прислушиваться к тому, что происходит вокруг. Я посоветовал бы, чтобы партия, партия, которая находится у власти, помнила, что эта власть дается народам на очень конкретное определенное время. Вот. И нужно создавать обстановку сотрудничества, обстановку диалога в стране, поиска совместных решений. В конце концов, можно какие-то решения, так сказать, переложить на другого. Вот мы не хотели, так сказать, но вот нам все посоветовали, мы приняли. А так, а так все это в узком кругу. Даже сама партия не выходит за пределами. Поэтому у нас и вот эти рейтинги... Вы помните рейтинги 99-го года, 2000-го года? Где, что, кто, кто был и так далее. Это было, так сказать, если была борьба, это была борьба, так сказать, борьба идей, борьба, так сказать, каких-то там поиск лучших решений и так далее. Поэтому, подводя итоги, я думаю, что мы не выбирали партию. Партию выбрал народ, вот, и партия должна постоянно помнить о том, что люди очень внимательно следят за тем, что происходит. Они попали в очень сложное положение. Ковид, война, засуха, там, все это самое. Но списать на это не получится. Народ все равно будут требовать у власти. Вот, поэтому, так сказать, нужно искать людей на каких-то... Вот мы говорили там о правительстве, об исполнительной власти. Смотрите, что произошло, когда они только пришли. Вот, как они массово, так сказать, я помню, даже Гаврилица говорил, что мы сегодня там воров, там, этих, этих выгоняем. Слушайте, были люди там... Министры должны быть прокурорами. Ну, министры, бог с ними, ладно, поменялись, это политически. Но остальные люди были, большинство из них выросли в этих министерствах. Они не имели никакого отношения к каким-то партийным делам, так сказать. Вот, и мы вместе с водой выбросили, так сказать, ребят. Если я правильно вас понимаю, для того, чтобы подкорректировать кадровую политику, надо создать какую-то широкую платформу с... Я правильно понимаю? Широкую платформу с участием проевропейских партий. Вы смотрите на политическую сцену. Да. У вас есть впечатление, что в этой стране люди друг с другом разговаривают? Нет, у меня такого впечатления. Так об этом и речь. Вот, разговаривать, встречаться, какие-то круглые столы. Даже в плохие времена у нас это все происходило. Я предложил господину Пестричуку, давайте наш фонд, и вы образуем круглый стол. В каком фонде? Да, фонд за демократию и прогресс. Вот. И найдем какой-то там от конфронтации к диалогу, от диалогу к сотрудничеству. Хорошая идея. И почему эта идея не... Ну, помыкались, помыкались, не нашли отклика, так сказать. Вот сейчас надо будет вернуться к этой идее. Вы на передаче можете озвучить вот эту идею.